Из 17 главы книги Исход, 13 стих. «И не изложил Иисус Амалика, и народ Его острием меча». Ключом к Ветхому Завету является 1 Коринфян, 10 глава, 11 стих. «Все это происходило с ними как образы, а описано на наставлении нам, достигшим последних веков». Люди, которые первый раз берут читать Библию, и без этого ключа они смущаются, и правильно смущаются, и начинают читать Светлого Завета, а там столько убийств, столько крови пролез, столько жестокости, они никак не поймут, ну как это Божья книга, и там столько всего. Но надо наставлять, что нужно читать снова Завета. А потом, обращаясь к Ветхому Завету, мы находим чудные примеры, чудные образы, как нам достичь неба. Мы идем тропой узкой. Перед нами картина. Израиль выходит из Египта. Египет – прообраз мира. Израиль – прообраз церкви. Фараон – прообраз дьявола, который не хочет отпустить Израиля, хананскую страну. Ханан – прообраз неба. И вот какое счастье, когда после десяти казней все-таки фараон отпустил израильский народ, и он вышел из Египта. Из этого рабства в рабстве счастье быть не может. Хоть потом роптали израильтяне на Моисеи, куда ты нас вывел? Там котлы с мясом, там лук, чеснок, там все было. Но рабство в счастье быть не может. Христос, 4 главе к Луке, Он говорит о том, что Он пришел отпустить измученных на свободу. И вот эту свободу нам надо особо ценить, братья и сестры. И к этой свободе ориентировать наших детей. А свобода только во Христе. Такой пример. Мы вот ездили по одесским местам, про Черноморию, а потом в Измаиле в ясный день виден турецкий берег. И там друзья рассказывали, как вот турки по истории покорили балканские народы и что они делали. Они брали славянских юношей и цепями приковывали к галерам. Галеры – их такие лодочные суда. И где-то по 10 пар гребцов. И вот эти юноши, крепких юноши выбирали, они прям сидели все время и жили там, прикованные цепью. Иногда показывалось христианское судно, корабль. И юноши сговаривались и «Давайте будем грести кораблю!» Как бы ни было, давайте, может, спасемся. И начинали грести усиленно, но вставали надсмотрщики и так начинали плетьми стягать этих юношей. И они, бедные, поворачивали в свое рабство сами. Нам никогда не надо забывать, что выход из Египта – это только начало пути. И нам надо ориентировать наших детей, тем более и самим ориентироваться, что много трудностей встретятся. Израильский народ вон и потерпел особый урон в чем, что он ненастроен был на трудности. Сразу ропот, сразу ропот. Для нас особый пример – этот стих, который мы прочитали. «И не зложил Иисус, а Малик, острием меча». Я когда читаю этот пример, и мы сейчас ее разберем вместе с вами, то хочется так подумать, «А кто же все-таки не зложил Амалика?» Помните, Амалик преградил путь израильскому народу, преградил путь в обитованную страну. Кто такой Амалик? Тут может быть разное толкование. Макинтош толкует, что это наши плотские грехи. Вот кто такой Амалик. И нам, может, часто видятся противники где-то там по сторонам, а мы не видим, что самый главный – это противник Амалик, он у нас находится. У Льва Толстого в книге «Путь жизни» приведен удивительный пример. Благочестивый старец долго молился, «Господи, помоги мне что-то сделать для Тебя в жизни великое». Долго молился. Снится сон. Идет на его армии афиопов, черных людей, во главе с огромным великаном. Голос говорит, «Иди, сражайся!» «Ты хотел для меня что-то сделать великое? Иди, сражайся!» «С кем?» «С армией!» «Да как я один с армией пойду сражаться?» «Но ты же хотел великое что-то сделать!» «Иди, сражайся!» «Да я ж не могу с армией!» «Вот с великаном, может быть, один-один я бы и вышел!» «Но с армией я не могу!» И голос ему говорит, «Иди, сразись с великаном!» «Если ты его победишь, то армия рассеется сама по себе, потому что имя великана – гордость!» Вот кто самый страшный враг, братья и сестры! И этот враг, он до последнего владеет человеком. Все, что в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, вот гордость, что на последнем месте стоит, можно преодолеть и похоть плоти, сохранить целомудрые, и похоть очей, скромности прожить, но гордость житейская, а тем более гордость духовная, когда примешиваются, это очень великий великан, и победить его очень трудно. И поэтому на пути в Ханаан у детей встретится Амалик обязательно. Кто такой Амалик? Ну, по родословам, это внук Исава, впрочем, внук от наложницы рожденной, плохое его происхождение. И в Библии сказано, что борьба с Амаликом в рот и рот, непрекращающаяся борьба. И мы должны сами настроиться, и детей настроить, что борьба с Амаликом до последнего дыхания. Я часто беседую со старицами, как-то к молодым, и они не очень склонны, а вот зовут побеседовать. Я одной из старицей задаю вопрос. Сестричка, а дьявол искушает вас или нет? Ой, как искушает, брат. И в такие годы, ой, искушает. А как вы с ним боретесь? А я вспоминаю, Псалом есть, она говорит, как Восток удален от Запада, так ты удалил от меня беззаконимый. Какой хороший Псалом. И дьявол приходит с искушением. Я говорю, иди на Запад. Он пошел, ворачивается, опять идет. Я говорю, иди на Восток. Вот он и ходит мимо меня. Вот и хорошо. Я помню, пришел в своей церкви, рассказал этот пример. И старушки так оживились. Одна молится, Господи, да пошли ты этого дьявола на все четыре стороны. Ну, может и так, пусть так. Но оживились. Я только хочу сказать, что искушения, они будут до последнего. И плотские искушения. Душа человека не стареет. Стареет плоть, хижина. А душа достается такой же. И как же нам бороться с этим Амаликом? И вот давайте посмотрим на примере борьбы с Амаликом. Какой тут нужен союз? Какое согласие, чтобы победить Амалика? Ну, Моисей велит Иисусу Навину, избери воинов, выбери, и иди сразись с Амаликом. Если бы он только так сказал, а сам бы был в бездействии, наверное, было бы поражение, правда? Мы помним и знаем, братья и сестры, что Моисей взошел на гору. Да не один, с ним еще Арон, Ор взошли. Согласие нужно. И в молитве нужно согласие взойти на гору. 40 глава Исаия, 9 стих мы читаем. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысилую голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам иудинам, вот Бог ваш». Когда мы восходим на высокую гору, на гору святости, в молитве, то нам и хорошо возвысить голос свой и сказать «вот наш Бог». Потому что когда мы с Ним соприкасаемся ближе, там, на горах, встреча с Господом, то, конечно, у нас есть гарантии победы. И вот началась война. И что? И кто побеждает? И где? Вот критерий победы. У Иисуса? Или у Моисея на горе? Как вы думаете, братья и сестры, а? Поднимает руки Иисус, кто побеждает? Израиль. Опускает руки, кто побеждает? Амалик. И вот такая борьба. Там борьба. Воины сильные борются мечами, а тут борьба духовная. Хорошо, что есть помощники. Подложили камень, он сел. Опять опускаются руки. Они поддерживают с двух сторон. Вот этот союз, вот этот союз согласия, он очень нужен. А вы представьте себе, если ворон Иор повисли на руках у Моисея, и висели бы. Ой, как трудно. Держал бы он их? Конечно, нет. Поддержка. И мы иногда только нагружаем, нагружаем на служителей что-то. Нагружаем наши немощи, немощи других. Разные неприятности, разные слухи нагружаем. А он держит, держит руки. А кто же их поддержит? Я помню, у нас приезжал миссионер с Америки. Очень мудрые ответы давал. Ну, я так несколько примеров приведу. Ему подают записки, там другие деноминации были. Вы все-таки нам скажите, по Слову Божьему, конкретно, какой день праздновать? Субботу или воскресенье? Только да-да и нет-нет. По Слову. Он говорит, вот подали записку, спрашивают, какой день праздновать. Но я хочу сказать, за 59 лет я ни одного дня не праздновал. Я праздновал факт. Факт воскресенья Христа. А что он воскрес, воскресенье, а не в субботу. Это к нему претензии, пожалуйста. Как мудро ответил. И никто не мог предъявить что-то другое. А потом ему спрашивают записку, можно ли обречать пресс-фитера? Говорит, можно. Только я сначала вам расскажу маленькую историю. У мальчика была большая собака. И мальчик сделал саночки. Садился. Она по снегу возила эти саночки. Однажды везет мальчика. Дяденька идет. Она остановилась на него. Гав, гав. Дядень говорит, что лаешь? Тяни. Мальчик говорит, дяденька, вы не смущайтесь, у него бывают такие слабости. Ведь гав хоть же проще, чем тянуть. Действительно так. Действительно. Братья, милые, сестры. Мы просто иногда не знаем, как изнемогают служители. До последней стадии. Я бы хотел, чтобы мы сегодня, молясь за детей, помолились о служителях. Чтобы это была действительно поддержка рук служителям. Моисею поддержали руки. И написано как. Мы прочитали 13 стих, 17 главы. И низложил Иисус Амалика острием меча. Ну, вот я обещался вам вопрос задать. Ну, а кто все-таки победил? В конечном итоге. Иисус или Амалика? Трудно сказать, да? А вот этот союз нужен. Союз молитвы и союз действия. У нас Иван Яковлевич проводил беседу. Ну, самый старейший член нашего братства. Ему уже 84 года. И он где-то слова такие вычитал, очень хорошие. Мне очень запали не в сердце. Труд без молитвы рабство. Молитва без труда попрошайничество. Может, грубо, но очень точно. Вы знаете, братья и сестры, вот так уж Господь располагает и посылает возможность совершить благовестие, служение благовестию вас в воскресенье. Давайте мы съединимся вот так в этом плане. Нам очень хочется, чтобы у вас было пробуждение. Мы молимся. Мы будем стараться и в музыкальном плане показать достойное пение. Будем стараться призов делать. Но если вы не будете на горе, братья и сестры, мы ничего не сделаем. Ничего. И я уверен, Иисус проиграл бы сражение, если бы Моисея не было на горе. Поэтому пока есть возможность, взойди на высокую гору благорестующий Сион. Пусть и сегодня молитва и по домам будет для того, чтобы действительно Амалек был низложен. Да, народ израильский пошел. Но еще одно интересное, один интересный момент. Кого поражает Амалек? Впереди идущих или отстающих? А? Кто отстает, того он и поражает. Поэтому если мы в плане, в духовном плане будем подобны бегущим на ресталище, то Амалеку не будет места. Мне вот иногда спрашивают, вот ты это делаешь, ты это делаешь, вот это бывает, это бывает. Я говорю, мне некогда, друзья, думать об этом. Абсолютно некогда. Когда все время занят, 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 и некогда даже с Амалеком да порассуждать бывает, понимаете? Он где-то там остается и все прочее. Поэтому в этом плане мы тоже должны быть подобны бегущим на ресталище. Вот я в Священной Писании просматриваю и там или стоите в свободе, или для меня нет больше радости. Иоанн пишет, «Как слышишь, что дети мои ходят в истине, будь подобен бегущим на ресталище, а вот сидеть в истине». Вы нашли где-нибудь такое слово, а? Сидеть и отдыхать. Правда, есть одно место в Исаии, я сказал, силой их сидеть как? Спокойно. Но это не в осаде. Понимаете? И вот в этом была их сила, надежда на Господа. Но это не есть бездействие, это опять надежда и молитва к Господу. Поэтому, если в нашем хождении есть действие, движение, то Амалик проще преодолевается. И дальше мы видим, когда уже книга судей прошла, народ просит Самуила, «Поставь нам царя, как у прочих народов». Самуил смущается, а Бог говорит, «Поставь, они не тебя отвергли, а меня». Да, это было теократическое правление, правление пророков. Божье правление народу не понравилось. «Поставь царя». Ну и когда поставили Саула, то мы знаем, что Самуил повелевает «Иди, отмсти кому?» Помните, братья и сестры, да? Амалику опять. И вот люди, непросвещенные Духом Святым, говорят, «Да что ж это за жестокость?» Божий пророк Самуил повелевает «Иди, отмсти, и все уничтожь, и детей, и скот, все уничтожь». Какая жестокость! милые, опять надо этот ключик символический взять и опять вспомнить, что Амалик это наша плоть. Если мы что-то оставим от Амалика, горе нам, горе. А Саул так и сделал, он выполнил, все выполнено, рапортует Самуилу. Он говорит, «А что и там за влияние овец? И царь что-то там оставлен, да? Да вот я лучше оставил для жертвоприношения, а в переводе на наш простой язык «Господи, я все предаю, вот хобби только я оставлю для себя, у каждого есть какое-то любимое занятие, любимый грех есть, я вот только эту оставлю, я им буду служить тебе, да нет, ты им не послужишь, не послужишь, и поэтому лишается Саул царства, и потом еще ниже падение, поэтому в этом плане Господь очень советует нас борьба с Амаликом в род и род. Я не знаю насколько точно вот Таргумы иудейские повествуют, что вот Аман, который хотел Мордахея повесить, тоже был из рода Амалика, и вроде бы даже из последних кто-то его. Вот какая-то жестокая борьба. И теперь, когда мы с вами молимся за наших детей, то, конечно, молитва имеет силу, когда мы побеждаем Амалика. И молитва имеет силу, конечно, конкретную. Я вспоминаю вот свой пример. Вы в Урале трудился и как-то вроде хорошие проповеди были, много обращенных было. Переехал на Украину, но, думаю, сейчас я тут тоже гляжу, что-то не очень получается. А потом узнаю секрет. Три сестры заключили соглашение. Они всегда за меня молились. Когда я проповедовал, молились. Я узнал, приехал туда одну сестричку, попросил остаться, поговорить. Говорил, сестра, я так благодарен, что вы за меня молились. Я бы так хотел, чтобы молитвы ваши продолжались. Я чувствую какую-то потерю сил духовных. Молчит на меня и смотрит. Я говорю, что тебе непонятно? Надя, тебе непонятно? Молчит. Я говорю, Надя, я прошу, чтобы вы за меня молились. Она покачала головой и сказала, такое наставление. Наверное, лучшего я наставления нет, кого не услышал. Она говорит, брат дорогой, да сколько же время ты будешь жить чужими молитвами? В переводе сказала, что ты, брат, плохо молишься сам. Вот и получается, братья, что молитва без труда рабства, вопрошайничество, а труд без молитвы и рабства. И вот в этом плане, конечно, мы тоже молимся за детей, но есть ли у нас ходатайственная молитва? Я сейчас прочитал одну новую книгу о миссионере, который в Индии, молящейся Ганди. Так вот, пример его молитв. в 8 утра началась конференция, он пал на лицо свое и молился. Когда пришли в его комнату в 4 часа, он все в таком же сне нит спал, все еще продолжал молиться. Я, конечно, очень-очень далек от таких примеров, но и меня просто восхищают и поражают ходатайственные молитвы. Может, Господь положит кому-то на сердце иметь такую ходатайственную молитву. И воспитание детей, Кешмин встречает, очень много трудностей. Но наш пример нашей жизни, он никогда не изгладится из памяти детей. И если матери молятся, даже и теряют надежду, не теряйте. Господь услышит молитву, иметь такую, может, после вашей жизни на могилах будут дети кавиться. Я лично, вот, мама умирала, мне было 13 лет, и никто из нас не был верующий. А после все пришли к Богу, после матери труднейшее время. И Господь призовет, только надо иметь вот такую веру. Господь силен призвать. Помню, после ссылки я приехал к Михаилу Ивановичу Хореву, ну, с детьми побеседовать. Это было уже сколько, 15 лет назад, как быстро на свободе идет время, там долго, а тут быстро. И так с их детьми. И младший Веня был. Ну, ему тогда было лет 17-18. Я говорю, Веня, вот скажи, сколько ты за свою жизнь видел папу дома и был с папой? Он подумал, подумал, ну, года два с половиной видел за 17-18 лет. У нас, конечно, дядя Женя мамина воспитание, не папина. Он сидел, сидел, что? У тебя мамина воспитание? Ну, а какое, папочка, тебя же не было. А мои узы, что тебе, не воспитание? Папа, прости меня, прости, папа, прости меня. Действительно, может быть, и папы не было, но верность остается самым ярким примером для детей. Вот 28-й глава притч, 20-й стих, там записаны такие слова. Верный человек богат чем? Благословениями. А кто торопится разбогатеть, то будет осужден. Я удивляюсь, какое противоставление конкретное противоставление. Верность и богатство не контачат между собой. Это не труд и молитва, это что-то разъединяющее, взаимоисключающее. И пусть Господь нам это тоже скажет. 1 Тимофею 6-6 великое приобретение быть благочестивым и довольным. Пусть Господь нам это скажет. Для меня был особо поражающим примером один брат. Дети вроде бы хорошие, а старший сын отбивается от рук. стал приходить поздно, а потом пьяный пришел. Ну и представляете, как отцу сын пришел пьяный. Но сын все-таки был строго воспитан, побаивался. И потом рассказывал, ну думаю, сейчас гром и молнии будет. Зашел, отец глянул так, ну что ж сыночек, иди отдыхай, постель кустель на тебе, если чай хочешь, на кухне попей. Пиколь поразился. А потом утром просыпаюсь и боюсь, сейчас отец скажет, зайди ко мне в комнату, и будет, и будет дело. И действительно, отец говорит, сыночек, зайди ко мне в комнату. Зашел, ну жду сейчас. Сын мой, я тебе хочу сказать, мы с матерью тебя родили не для ада. И не для ада мы тебя воспитывали, и я страдал не для того, чтобы ты был в аду. Сын, я вызвал тебя сказать тебе, я умру в посте, но дьявол у тебя не отдал. Иди. Я был убит, говорит, такими словами отца. Я не мог не покаяться после таких слов. я тебя не отдам, сын. Вот когда Христос шел на распятие, мы знаем, что шли женщины, плакали. Христос увидел, говорит, дщери русалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о детях ваших, о том о себе, да? Или наоборот, о себе и о детях. Мы вот проводим служение. Брат, помолитесь за детей, за внуков. Я говорю, хорошо, я помолюсь, но давайте, может, мы поступим по совету Иисуса Христа, поплачем о себе, а потом о детях. У меня в жизни еще был уникальный случай. После ссылки меня вызвали в Брест провести молодежное общение. В них еще не было два дома, тогда ни одного не было. И проводили прямо во дворе палатку, а дождь шел, прямо вот сено настелили и на сено на колени вставали и каялись люди. И вот идет покаяние. Тогда еще Вельчинский рядом стоял, так мне подсказывает, молимся, покаяние идет. Выходит женщина лет сорока пяти, падает на колени, рыдает, он говорит, что это она вышла? Наш член церкви, зачем? Зачем вышла? Она, знаете, как молится, Господи, как я виновна? Я виновна за судьбу своего сына? Я всю жизнь ношу неисповеданный грех юности, и вот из-за этого греха сын мой стоит за палаткой, не хочет войти даже. господи, господи, прости меня грешницу и рыдание. А потом опять покаяние, а потом величинский шепчет, минуты через три, смотри-ка, сын вышел на покаяние. Братья, сестры, оказывается, как мало времени надо Богу, чтобы ответить на молитву искреннего сердца. три минуты до неба и назад ответ пришел. Ну, я хочу сказать, что сегодня у нас молитвенное служение, не просто наставление. Думаю, будет достаточно. Только к вам, вот дети, я бы хотел еще немножко обратиться, чтобы вы оценили, что у вас есть верующие родители, кто имеет. Может, кто-то не ценит. Какое это сокровище? Один случай из моей тюремной жизни расскажу. Когда меня привезли на больничную зону, то там были и строгий режим, и особо строгий, вот кто под расстрелом был, и в бараке были вот разные люди. Один из них был слепой, Алешка его звали, брошенный. Там добродетель не котируется, там сделать что-то доброе не котируется, даже смеются. Санитаром быть это самое плохое дело. Никто не хочет. Но я, конечно, стал этому Алешке немножко в столовую свожу, пайку принесу, а потом стал работать, стал отовариваться, булочку помажу повидлой, когда отоваривался дал. И он так сидит на нарочке своей и говорит, дядя Жень, присядь со мной рядышком. Я присел, а он вот так водит по лицу, водит. Дядя Женя, неужели правда, что на свете сейчас остались добрые люди? Я говорю, Алешенька, правда, и добрыми нас делает Христос. Я тоже плохой человек, очень жестокий по натуре. Христос меня другим сделал. Он стал ему Христи, и так он слушает, и так просит, когда никого нет. А потом вдруг на тряд пришел новый человек. Он был лет 52-3, но сразу видно он какой-то такой непонятный. Он стал решительно шагать, смотреть, и все. Ну, и чувствует, что он был в связи с теми, кто надсматривает над заключенными. И с Алешкой что-то случилось, что-то случилось. А перед этим я сел, говорю, Алешенька, ты расскажи мне свою судьбу, почему ты вот, сколько-то лет в тюрьме, дяде Жене с 14 лет. И вот сколько на 14 16 и 7 23 года. Я говорю, как же так получилось, Алеша? Дядя Женя несчастный человек. Отец сбросил нас, мы были с матерью, жили там под Новосибирском, у нас была маленькая комнатка, а мать стала плохую жизнь вести, стала пить, к ней стали нехорошие гости ходить, и эти гости иногда меня за шиворот выбрасывали на улицу. Я на улице часто был до 12 часов ночи, а то и поздней. Я приходил, я ожесточался с каждым днем. В 11 лет я понял, что у меня нет матери, это не мать. Я убежал из дома. Я как-то добрался до Дальнего Востока, и 3 года кантовался, но он так говорит, где булку стащишь, где кто даст чего. 14 лет попал в ДВК и пошло. Дальше он замолчал, потому что уже вот новый человек пришел. Еще чуть время идет. Гляжу, Алешка замкнулся, уже со мной не разговаривает. Ходит и мерит шаги раз, два, три, четыре. Я не понимаю. От своей к наре вот этого нового человека. А потом ночью дикий крик вдруг раздается, Алешка слепой с ножом бросился на этого человека. Ну, в сердце не попал, он слепой, конечно, рядом попал, но сильно ранен. Что же случилось? Оказывается, вот в этом человеке он узнал того, из-за кого он стал слепым. Когда он уже попал на общий режим, его сильно притесняли, заставляли работать, и вот этот один из тех, кто избивал, заставлял работать. Он мне раньше рассказывал, я дошел до того одержания, что вот-вот упаду, и думаю, как бы несколько дней отдохнуть. Но я слышу, что если кислотой плеснуть в глаза, то ослепнешь на месяц, а потом зрение вернется. Я пошел на это, я не мог работать, меня избивали. Я плеснул глаза, но, видно, слишком сильной концентрации была, я ослеп на все время. И вот он, вместо того, чтобы воспринять учение Иисуса Христа, учение прощения, он не смог перешагнуть, он решил отмстить этого человеку. Вы же тоже ножом-то ножом, Алешку забирают, а этап еще срок, и больше я в нем ничего не слышал. Вот я, детки, вы слушаете, хорошо, что вы слушаете. И вот сейчас встанете на коленочке, помолитесь за вашу мамочку, папочку, и скажите, Господи, как хорошо, что у меня есть мамочка и папочка, никто меня на мороз не выбрасывает. А сколько их таких? Наш сейчас благовествует по домам приюта, сколько их таких брошенных. Пусть Бог благословит вас, помолиться, и вас, родители, помолиться, и помолитесь за благовестие, которое, слава Богу, за все. Аминь. Удверь я твой, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Венец терновый был на мне Я за тебя страдал и жду Скажи мне преданный греху Войди ли мне, войди ли мне У двери я твоей стою И в сердце грешное стучу Я нежно так молю извне Войди ли мне, войди ли мне Я мир с небес несу тебе Любовь и радость и прощенье Скажи, скажи, без промедленья Войди ли мне, войди ли мне У двери я твоей стою И в сердце грешное стучу Я нежно так молю извне Войди ли мне, войди ли мне Войди ли мне, войди ли мне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok